Американским военным сейчас, наверное, не до войны. Почти 200 тысяч солдат и офицеров Соединенных Штатов Америки, а также их семьи, не обеспечены достойным жалованием. Денег не хватает, в том числе, на еду. Сообщает нам американское же агентство Associated Press. В исследовании американскую армию уже во всё сравнивают с российской времён 90-х годов. Проблемы с едой возникли и у самых обычных американцев. В магазинах дефицит, пустые полки, а продовольственная бедность затронула уже 60 миллионов человек. Это почти 20% населения страны. То есть не шутки. Сложно найти, что бы то ни было в эти дни, школьные товары для ваших детей, продукты для вашей семьи и даже товары для ваших мохнатых друзей. Куда бы вы ни посмотрели, чего-то не хватает. Эксперты говорят, что всё, что мы можем делать, это ждать. Посмотрите на этот магазин. Полки заполнены большими пластиковыми копилками. Нет, это не последний писк моды. Это обманки. Это тактика, которую используют многие магазины, чтобы заполнить пустующие полки, в то время как страна испытывает дефицит практически всего. Из-за кризиса с цепочками поставок пустые полки могут вызвать панику. Супермаркеты пытаются скрыть тот факт, что они столкнулись с нехваткой товаров. Они не хотят пугать людей. Этот холодильник с напитками выглядит полным, но откройте его, он практически пустой. Другие магазины используют иную тактику. Они раскладывают продукты, которые у них есть в избытке. Другой пример – передвигать пакеты с молоком к переднему краю полки, чтобы она казалась полной. День благодарения – это время, когда многие семьи и друзья собираются вместе, чтобы вместе съесть ужин с фаршированной индейкой, тыквенным пирогом. Но продуктовые магазины испытывают трудности с заполнением пустых полок. Ожидается, что людям придется платить рекордные суммы за еду на праздник. Люди жалуются на дефицит индейки по всей Америке. Некоторые консервы тоже отсутствуют. Или очень дорогие. Представьте день благодарения без клюквенного соуса. Ужин на день благодарения в этом году будет самым дорогим за всю историю праздника. И это о многом говорить. Первый день благодарения обошелся коренным американцев в целый континент. Ну то есть США сейчас – это такой поздний СССР со всеми его прелестями.